Так, уже трансляция немного прошла, но только вспомнил включить запись. Приветствую всех, кто будет смотреть ее в записи. Так, DAR и CCL. Так, ну давайте, Global Net, так, общее направление движения вниз, давайте на дневной посмотрим. Да, так. Угу. Вот здесь тогда промежуточный, да, где-то будет проходить. Да. То есть это ретест, ретест такой был, нормально. Ну пробой хороший, да, тут и ретест. Да, здесь, к сожалению, от шарта надо работать, но пока точки на вход нету. То есть какая ситуация, вот нужно дождаться такой же картины. То есть здесь бумага расторгуется, потом выйдет вниз, пойдет на ретест и где-то вот в этой точке уже надо будет смотреть точку входа. Примерно так. То есть это не гадание, не прогноз, ничего. Просто смотрим на историю, как себя ведет бумага, чтобы понять ее характер и примерно проецируем такую же ситуацию на будущее. Примерно. Вот. А где здесь рассматривать лонг? Лонг рассматривать только после пробоя 22.45. Да. Да. То есть 19, вернее уровень 20 пробиваем. Начинаем присматриваться к бумаге. Пробиваем 22.45, все. И на ретесте ищем точку входа спокойно. Так. Али, Сербел и Евгений, спасибо за лайки. Так. Юал. United Airlines, да. Что у нас там? Четырехчасовик тогда посмотрим. Так. Здесь отскок был, но пролетели вниз. Все. Это, по идее, у нас последний такой сдерживающий рубеж. Очень хороший вот здесь быковичок. Почему? Потому что, если мы его пробиваем, то на ретесте можно будет присмотреться к продажам, чуть не сказал покупкам. Вот. С целью 22, 29, 29 и дальше 17. Да. То есть тут начнется нисходящее движение. А к покупкам как раз таки вот здесь нам вот этот хаёчек его и обозначил. Да. Получается, можно будет присмотреться. Какое-то старое что-то. К покупкам присмотреться только после пробоя 53, 54 получается. То есть вот такой у нас сейчас быковичок идет. Собственно говоря, из него ждем выход. Так. Минутку обновлю страничку. Зрители 49. Хорошо. Так. Дальше идем. Дар. Тут поддержку мы пробили. Да. Был хороший выход. Хороший прям ретест. Здесь ударились четко в зону. Но, к сожалению, если бы мы здесь входили, нас бы отстопило. В этом ничего страшного нет. Это рабочий момент. Так. Здесь вот опять же на каком-то из вебинаров мы рассматривали. То есть здесь ждем боковичка какого-то. Затем пробой. Вот такой же. И на ретесте можно попробовать будет войти в шорт. Вот такая ситуация. Ну, хотя здесь. Да. Опять же, у нас есть то, что в начале говорил. Есть большой боковик. Есть ложный выход наверх, к сожалению. Вот. И есть подход к нижней границе. То есть если здесь будет хороший выход наверх, на ретесте по-любому надо будет искать шорт. Вот. Потому что выход из такого боковика должен дать хорошее движение. То есть не пойдем вниз, вниз, вниз. Вот такая вот ситуация. Так. CCL. Здесь все-таки оттолкнулись от нижней зоны. Но я опять же повторю. Если мы ее пробиваем, пойдем еще ниже. Вот. То это будет началом разворотного движения. То есть идем вот так вниз, потом на ретест и продолжаем движение вниз. Вот здесь надо будет искать где-то точку в шорт. Вот. Но опять же надо посмотреть, как она вот здесь расторгуется. Если пойдет наверх, ну и хорошо. Long я бы присмотрел только после выхода выше уровня 27-25. То есть спокойно может будет заходить. Но там после пробоя 27-25 скорее всего ретест будет на уровень где-то 24-25. вот так. То есть вот тут надо будет смотреть вонг. Так. Дальше у нас RRC, CLF, CLF, ATTUS. Есть. Так. Седж. Виталий Дремов. Да. Здравствуйте. Так. Дремучий. Игорь П. А. Игорь. Лапин По. Евгения. Еще раз. Ставит лайк. Спасибо за лайки. Приятненько. Так. Владимир Ковин QDL. Сейчас QDL добавим еще. Да. Пишите в чатик по одному тикеру. Вот. И будем потихонечку рассматривать. Так. RRC. Есть выход. Подходим к обозначенным уровням. В принципе я все-таки жду чуть-чуть пониже. И вот тут 16.40. Правда где здесь стоп ставить такой безопасный я честно говоря не вижу. Поэтому здесь на… Так. У кого-то проблемы войти не могут на трансляцию. Ладно. Потом разберемся. Так. Я бы подождал все-таки подходы к этому уровню. Единственное непонятно где ставить стоп. Ну так. Общее направление движения наверх. Так. Ступеньками. Да. И тем более она еще дешевая тут. Прям хорошо размотать может. Поэтому осторожней с этой бумагой надо быть. Прям надо железобетонный стоп найти от которого можно будет оттолкнуться. Так. Так. Надо добавить. Потом посижу на досуге. Посмотрю. Подумал. CLF. Боковик. Боковик. Ничего нету пока. Так. Вот здесь я помню мы брали. да. С кем? По-моему Наташа брала и Марат. По-моему. Ладно. Так. Что? Что здесь? Боковик. Ждем выход. Для ланга выше 26. Либо когда подойдем к уровню 16.09. Здесь можно попробовать поймать такой падающий нож. Но суть в том, что здесь стоп хороший есть. Поэтому здесь можно попробовать это сделать. Общее направление движения вверх. Прямо поэтому будет очень хорошо. Да. И бумажка хорошая. Мне почему-то нравится. Так. Атус. Вот кстати о чем я говорю. Смотрите. Был боковик у нас вот такой. Сколько он? Почти годовой боковик. И вот выход из него какой пошел. То есть накопилась энергия и высвободилась в таком формате. Единственный момент. Нам по моей стратегии. Здесь негде было войти. Негде было присоединиться к движению. Ну и такое бывает. Ничего страшного. Бумаг миллион на Америке. Посмотрим другую. Здесь что? Здесь у нас дно получается. Здесь кстати пока боковик как таковой не обозначен. Потому что бумага так волнообразно просто сливается и сливается потихоньку. Нам нужна вот такая вот картина. Вот. Это то от чего можно отталкиваться. Поэтому ждем на дне опять же что-то такое удобоваримое. Сейчас примерно хотя бы напишу. Вот так. Потом здесь если будет выход наверх то на ретесте ищем точку хода в лонг. И то же самое касается шарта. Вот. Это как бы такой план действий если будет боковик. Так. Котя, Игорь, Акимов, добрый вечер. АМД и МДП так сейчас добавим. Так. Угу. Так. Здесь что? Угу. Седжик у нас боковик, выхода как такового не было, поэтому можно спокойно ждать. На самом деле здесь будет от чего отталкиваться, поэтому ждем хороший выход. Здесь даже если пробьем этот уровень, тут краткосрочный такой шорт до 179, в принципе, в принципе, да нет, зачем статистику под конец года портить, ничего, не советую здесь ничего делать, вот, QDEL, так, выход есть, ретестик был, пошли выше, до зоны дошли, все ждем, такой же, такой же выход, хотя, подождите, здесь можно немножко по-другому сделать, или нет, нет, все верно, так, есть пробой, да, вот, отлично, знаете, даже я присмотрюсь к этой бумажке, по идее, по идее, стоп здесь должен быть небольшой, и бумага должна развернуться наверх, да, можно посмотреть, попробовать, опять же, прямых рекомендаций давать не буду, но последите за этой бумажкой, особенно, кто хочет купить ее, а не зашортить. AMD есть выход, жду все-таки пониже, вот, либо как сформируется здесь боковик, то есть, первая ситуация, ждем отката примерно к уровню 116, возможно, чуть-чуть пониже, где-то 108. Так, второй вариант, если боковик, вот в этом диапазоне, обозначится, начались рисования, так, вот так, раз, два линия, все, здесь боковик рисуется, для ланга ждем пробоя, продолжение движения, шорт прям стабильный, хороший, такой, после выхода ниже уровня 92-90, вот там спокойно можно будет присоединяться и лететь вниз, так, опять же, посмотрите, вот у нас какой был боковик, все одно и то же, каждая бумага, это один и тот же принцип, сколько здесь, какой боковик был, раз, выход, ретест, понеслась наверх, все, вот просто такие вещи ищем и торгуем, не надо искать каких-то приключений, выдумывать, что-то в боковиках торговать, еще что-то, просто найти бумагу, которая долго торгуется в боковике, дождаться хорошего выхода и на ретесте входить. Так, вот здесь выход, я ждал немножко пониже, но не дошли, возможно, еще дойдем, то есть торопиться не стоит, если кто думает, что все, мы развернулись, да, возможно, мы развернулись, там мы идем на 882, там еще выше, но если вы здесь войдете, где вы поставите стоп, вот такая вот ситуация, то есть всегда нужно отталкиваться от стопа. Так, ЮПИВАЗ, ЮРИМЕК, Ренат, спасибо за лайки. Так, евро, рубль, это скорее всего будет в понедельник обзор валюты и сырья и индексов. IBM. Так, ребята, что-то кончается запас у нас по бумагам, накидывайте в чатик, либо в Telegram, либо в дзене в чатик. Вот опять же, одна и та же картина. Боковик, выход, ретест. Вот самый основной момент, да, понять ретест какого уровня будет, либо зоны, либо промежуточного уровня. Вот в этом вся фишка. Ой, здесь просто замечательный был вход. Если кто вошел, поздравляю. Так, пока заявок нету. Выразим благодарность кому. В прошлый раз прям так хорошо поддержали Денис Иванов, Юрий и Татьяна. Молодцы, ребята, очень приятно было. Большое вам спасибо за поддержку каналу. Так, вот сразу накидали, сейчас посмотрим. ФНД. ФСЛР. Так, СБЕР чуть-чуть попозже посмотрим. А, СБЕР в обзоре будет. Да, в принципе, все российские бумаги будут в большом обзоре. Я его, скорее всего, в понедельник выпущу. Там, наверное, около 30 бумаг будет. И все, что вас по России интересует, все там будет. Ну и опять же, да, если бы я сейчас запустил эту платную подписочную историю, можно было в чатике просто написать несколько бумаг, которые интересуют. И я в конце вечера бы их в такой видеоформатике рассмотрел бы. Так, сейчас все бумаги сразу добавлю, чтобы потом не отвлекаться. Кстати, давайте посмотрим, сколько человек проголосовало за, сколько против. 43 процента. Не хотят, скажем, такую опцию. И получается, 57 хотят. Ну, я думаю, можно будет тогда сделать. Опять же, по желанию. И там просто немножко подробнее я буду рассказывать по бумагам. Вот такой обзор делать. вот и все. Эталон, я так понимаю, да? Да. Эталон. Ну, давайте рассмотрим. Ох, сколько бумаг там. Так, секундочку, кто-то в Телеграме написал. Эталон, здравствуйте, как вас поддержать? В этом, в дзене, в дзене в чатике, там, по-моему, кнопка сверху есть. То ли поддержать, то ли что-то еще как. Ну, как-то где-то в чатике там кнопка какая-то есть. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, найдете. Run. Ох, ох, ох. Ребят, список-то внушительный. Ну, давайте потихонечку пойдем. Так. Floor and Decor. Вернее, фур. Здесь, по идее… Так, да. Вот был выход. Пошли вниз. Но не удержались. Здесь, в принципе, после выхода выше уровня… Нет, нет. Хотя, да. Да. Выше 140 пробиваем. На ретесте, в принципе, можно присоединяться к движению наверх. Общее направление вверх, поэтому… Да. Прям шикарно. Вот. Кстати, обратите внимание. Картина. Вот у нас есть боковик. боковик. Вот у нас есть боковик. Смотрите, мы обновляем его. Вот вершину. Обновляем вершину и сползаем. Обновляем вершину и сползаем. Попробуйте сделать вывод самостоятельно. Так. First Solar. Есть выход. Здесь все мои уровни, которые я отмечал, пробились. Ничего. Не помогу так. Давайте разбираться. Это уже давно померло. А, нет. По идее, не померло. По идее, вот так должно было быть. Пробили. В любом случае, здесь топ маленький. Будем ничего страшного. Тут цель движения будет, получается, уровень 80. Однако шорты стоит искать только после пробоя 68-67. Не, бумажка не интересная. Не интересная. потому что непонятная. Сейчас подождите, ребят. Чуть-чуть разберусь. И вот так. Да? Так должно быть. Здесь немножко по-другому. Да. Так. Здесь ближайшая цель движения 79. Вот после 79. Такой краткосрочный шортик можно будет взять. здесь. Вот такая вот ситуация получается. А, нет. Все. Разворот движения будет после выхода ниже уровня 67-66. То есть пробиваем и у нас по идее начинается нисходящее движение. Да. Попробовать поймать падающий нож можно на уровне 80-79. Вот такая ситуация. У нас какое общее направление. Общее направление вверх. Да. Почему нет? Надо попробовать. Так. Дальше это по-моему боинг, да, у нас. Да, боинг. Вот почему я говорю, да, смотрите историю и характер движения бумаги. Есть задерг, да, есть задерг такой. И потом медленное сползание вниз. Вот оно относительно, да, медленное сползание вниз. Далее выход наверх. Выход наверх. Ждем. Смотрим. Вопрос. Где тут поставить стоп? Неясно. Я бы все-таки подождал подхода к этому уровню. Вот. И уже от него отталкивался. Дойдем. Хорошо. Не дойдем. Ну и бог с ним. Да. Да. Так. Ждем подхода к уровню 171-172. И там, в принципе, можно будет присмотреться к лангу. К лангу. Так. Здесь у нас обновились хаи. Опять же здесь выход был хороший. И по идее можно было словить стоп. Видите, на несколько бумаг, да, достаточно много получается стопов. Однако все эти стопы отыгрываются там буквально двумя-тремя хорошими сделками. Тем более они еще и плюс все выводят. Поэтому в этом ничего страшного нет. Здесь, по идее, началось нисходящее движение. Да. Все красиво рисуется. Раз, два. Вышли вниз. Пробой. Ретест. Да. Здесь, скорее всего, стоит ожидать паковичок. И затем продолжение движения вниз. Вот. Лонг. Честно говоря, я даже не знаю. Лонг, скорее всего, только где-то выше 100. 128 на данный момент. Да. 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 Вот так вот. То есть 128 пробиваем. В принципе, можно будет садиться в лонг и сидеть спокойно даже на зону. Можно не обращать внимания. Вот. Ну, пока здесь все говорит о том, что мы пойдем ниже, ниже, ниже. Так. Blue. Ну, просто идет вниз и все. Тут даже сказать не о чем. Ничего сказать. Просто бумажка летит вниз и все. Так. Но можно другое сказать, что здесь лонг можно рассматривать после выхода выше. Получается зоны 24. Да. Можно будет садиться. Да. Да. Даже где-то 22. 22. 23. Пробиваем. На ретесте садимся в лонг и сидим спокойно. Вот. Это уже хорошо. Ну, в принципе, близко. Я об этом. Так. Так. Четыре часа переходим. Да. Почему я часовик не смотрю? Потому что, ну, тут неполная картина. Если четыре часа сделать, то поменьше шумов и более понятно все. Так. Макс, Оксана, спасибо за лайки. Так. Вот здесь сейчас разберемся. Здесь у нас промежуточный уровень будет в этом диапазоне. Так. Секунду. Проверю, что у нас там в Телеграме. Да. Как обычно, технические проблемы. Так. Здесь пока все говорит о том, что восходящее движение, как бы оно как шло, так и идет. Вот. Шорт я бы рассматривал. И разворот вообще, в принципе, движения только после выхода ниже 15. 15.75. Да. Получается 16-16.50. Давайте сразу нарисую, чтобы было понятно. Так. 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 И так. Где можно попробовать присмотреться к лангу. Вот на вот этом, на этом уровне. Это 18.50 получается, да? Да. Вот от него вполне можем оттолкнуться. Или. Или. Сейчас. Минуту. Так. Или. Или. Нет. Здесь пробили. Значит. Да. Вот так. Так. Вторая ситуация. Вот. Вот так получается. Есть два уровня, от которых можно присмотреться к сделкам. В ланг. Это от 18.50 и 30. То есть пробиваем вверх или тест идем на выше. Здесь это чисто падающий нож. То есть нужно аккуратненько к этому относиться. Сейчас для шарта ждем пробоя уровня 16.15.50. И опять же на ретесте садимся вниз. Денис Иванов. Всем добрый вечер. Идан. Пру пожалуйста. Да. Денис. Как дойдем. Там список. Дай боже. По бумагам. Всем все интересно. О. Есть выход. Повыше бы. Было бы совсем хорошо. А так. Можем резко уйти вниз. И это будет считаться как бы ложным выходом. Ретеста у нас как такового не было. Да. На уровне. После пробоя. Вернее. Боковика. 44.26. То есть сразу начался боковик. Поэтому. 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 Надо быть аккуратней. Все таки. Если чуть-чуть повыше уйдем. То будет замечательно. Потому что на ретесте. К уровню 52.50. Можно будет смело входить в лонг. Сейчас же пока нет такой. Точки. Спокойной. До разворота. Нисходящего. Ну. До смены восходящего тренда. То есть на нисходящий. Очень далеко. Поэтому. Если у кого-то бумажка есть. В. Портфеле. То можно не переживать. Посидеть. Так. Эталон. Опять же. Это. Ретестом не назовешь. Присоединяться особо негде было. Но. Суть в том. Что все вот эти. Векторы. Отрабатываются. Я имею ввиду. Вектор направления. Вниз идем. Хотя. Сколько здесь. Нет. Жирноватенько. Хотя. Вот этот. Боковичок. Очень. Очень. Хороший. В плане. Точки. Входа. Ну. Пока. В общем. Первая цель движения вниз. Это. Семьдесят. Семьдесят. Три. Семьдесят пять. Дальше у нас. Получается. Исторические минимумы. И неизвестно. Куда пойдем. Так. Опять же. На каком-то из вебинаров. Этот план. Рисовали. Собственно говоря. По нему. И идем. Ждем. Хорошего. Пробоя. Наверх. И на ретесте. К уровню. Где-то. Двести шестьдесят. Двести шестьдесят. Пять. Можно будет. Присмотреться. К. К. Покупкам. Даже. Возможно. Чуть повыше. Учитывая. Да. Историю. То есть. У нас был. Хай. Мы его обновили. Его же. Протестировали. И ушли наверх. Поэтому. Здесь тоже. Ретест. Может быть. Примерно. На уровне. Двести семьдесят пять. Двести семьдесят три. Надо смотреть. Ну. Я честно скажу. Я. Не люблю. Такие. Рискованные. Истории. Мне. Ближе. То. Что. Где. Где. Мало. Рисковать. Сильно. Здесь. ТТМ. Просто. Просто. Да. Улетели. В космос. И. На самом деле. Я не знаю. Где. Здесь. Может быть. Ретест. Кроме. Как. Уровня. Двадцать два. Двадцать один. Примерно. Вот. Такая. Ситуация. Либо. Опять же. Да. Как. У нас. Был. Есть. У нас. Такой. Авантюрный. Вход. Называется. Когда. Стоп. Очень. Далеко. Вот. Но. Как бы. Зона. Нам намекает. О том. Что. Можется. От нее. Оттолкнуться. И. Кстати. В Америке. Достаточно. Много. Бумаг. Которые. Хорошо. Рискованные входы. Там. Так. Мотель. Боковик. Тут. Ничего. Ничего. Интересного. Собственно. По нему. И. Ждем пробоя, либо для ланга ждем пробоя уровня 23-26 и на ретесте присоединяемся к движению. Для шарта ждем пробоя зоны 16-17 получается. Такая вот ситуация. Так, ран. Есть выход, но непонятно куда пойдет ретест. Как вариант, я просто помечу себе, что уровень 44-45, вот и отсюда можно попробовать. Можно ли попробовать? Да, можно. Почему нет? Почему нет? Да. Какое? По идее, да, по идее, по идее начинается нисходящее движение, поэтому можно попробовать шорт. Так, новую пачку добавляю бумаг, которые будем смотреть. GPM Из того, что вижу. IBN Луф Там смотрели уже нет. Нет. Луф Луф Алкон Акадо Так, ребята, чуть-чуть меня это взбодрите, напишите, у кого как прошла неделя. Кто в плюсе, кто в минусе, почему в плюсе, почему в минусе, по какой стратегии работали. Так, GT Так, Pru AllRoss Потом, когда перейдем на наш рынок, посмотрим, либо уже в обзоре, подробнее прямо напишу. Там торопиться никуда. По нашему гримочному рынку. Так, GPM Опять же, на каком-то, по-моему, на прошлом вебинаре, да, мы рассматривали. Вот он, боковик. И вот вопрос на засыпку. Какое будет движение после выхода из этого боковика? Не в какую сторону, а какой силы. Так, IBN Есть выход. Будет тест. Ушли выше. Вот он, хай новый. Так, ага. Общее направление движения вверх. Ну, я боюсь, если вот эта зона не устоит, тут может начаться нисходящее движение. Так, раз, два. Нормально. Так, для любителей острых ощущений к лангу можно присмотреться на подходе к этому уровню с небольшим стопом. Шорт только после его пробоя. И присоединяемся, двигаемся к 14.21. Так, для ланга, когда будем подходить к этому уровню, можно будет присмотреться. Опять же, не сразу залезать, а дайте бумаге чуть расторговаться и, ну, оценить ситуацию. Вот. Вторая ситуация для ланга. Ждем пробоя уровня 22.14. Вот. Не раньше, не позже здесь входить не рекомендую. Так. Здесь, похоже, тоже бумага развернулась с восходящего на нисходящее движение. Ну, во всяком случае, очень похоже на то. Да. Так, ну, немножко я переоценил здесь. То есть, первая цель движения здесь будет 35.88.36. Вот. И дальше. Дальше. Пойдем ниже. Опять же, надо будет смотреть на ретест. Так, где лонг искать? Лонг искать только после пробоя. Так, здесь мы зону немножко подвинем, кстати. Кстати. Здесь промежуточные убираем. И передвигаем зону наверх. Да. Вот теперь все. Точно. Так, лонг можно присмотреться после пробоя 56 на ретесте. Да, прям нормально будет. Вот такая ситуация. Так, Денис Иванов по нашему плюс 6 процентов. По Америке плюс 5. Ну, по нашему рынку плюс 6 это, ну, нормально. По Америке плюс 5 это скромненько очень там, учитывая эти. Хотя, если портфель сильно диверсифицирован, то, возможно, хорошо. Так, по Луф, надеюсь, все понятно. О, Коа. Опять же, ждем хорошего выхода повыше, чуть-чуть получше. Я же, по-моему, только что рассмотрел, нет? Или что-то похожее мы смотрели. Все, под вечер уже немножко это тяжеловато становится. В общем, ждем выхода повыше. И на ретесте к уровню 50, 52 можно будет присмотреться к лонгу. Так, Акады. Ох, как мы рисовали. Так, тут я ждал боковик, но нет, пошли ниже сразу. Собственно говоря, вот так, да. Вот у нас плой. Нет, опять же, лично мне, ну, непонятная бумага, непонятная. И я как-то с уверенностью что-то порекомендовать или объяснить, рассказать по этой бумаге не могу. Ну, есть вот такое вот рваное движение, вот такой боковик, и что с ним как бы делать, я не понимаю. Не то, что не понимаю, если посидеть подольше, да, возможно, на часовике эту бумажку посмотреть. И уже вот в этих колебаниях что-то искать. Но, честно, это все равно, что и из пушки по воробьям стрелять. Зачем оно надо, если есть другие интересные бумаги? Общего направления движения здесь нет. Вот здесь рамки здорового, такого боковика, 12-58. Вот она уходит снизу, наверху, потом опять вниз. И, ну, и что здесь? Ничего. Ну, лично для меня. Так, Align Technology. Так, сейчас чатик обновлю. Телеграм. Кого-то проблемы опять войти не могут. Телеграм, перейти по ссылке, обязательно потом уже. Так, не нашел кнопку подержать. Я не пойму, подождите. Ну, у меня одна видна. Я не знаю, ребят, видно у кого-нибудь эта кнопка написана, по-моему, нравится трансляция. Подержите. Блогера. Блогера. Вот она что. Ладно, не заморачивайтесь. Ну, нет, так нет. Ничего страшного. Столько человек. 156-152 человека на этом трансляции. Нормально. Так, Денис Иванов. Плаггенпи никак не расторгуется. Да, есть такой момент. Нет. ENPH, по-моему, где-то мы его смотрели. Потерял. Ладно, потом посмотрим. Так, Align. Есть High у нас. Здесь у нас промежуточный получается, да? Ну, непонятно. Относительно все понятно. Все, ждем вот такой вот ситуации. Для ланга ждем пробоя 736. На ретесте заходим, летим наверх. Здесь ждем пробоя вниз и летим на 501. Вот такая вот ситуация. Тут относительно, относительно все просто понятно. Так, GT. GT не дошел до того уровня, которого ждали. Но, как бы, еще не вечер, еще, может быть, дойдем. Поэтому ничего страшного. Опять же, торопиться не стоит сейчас влезать, потому что на завтра он может так же упасть. Поэтому надо дождаться хорошего уровня, хорошей точки с хорошим стопом и входить не могу. Для шорта ниже 14. Юрий Мяшик, видна кнопка над чатом. Ну, я не знаю тогда, какие там проблемы у кого. Все видно. Так, для шорта ниже 14. То есть, выходим вниз, пробиваем ретест. Идем ниже. Для ланга можно попробовать от этого уровня присмотреться. Либо дождаться уже пробоя 25-15, там на ретесте входить. Вот такая вот ситуация. Так, Prudential, Financial. Есть выход. Тут у нас, получается, первая зона не сработала. Так, надо пометить. Сейчас, подождите. Запишу, посмотреть, почему не так. Все, вторая, вторая относительно работает. Здесь, так, здесь можно убирать. Все, вот когда вот так остаются пару промежуточных зон, здесь более-менее все понятно. Ждем пробой, ретест, присоединяемся к движению. Здесь, все-таки, я бы дождался пробоя именно зоны. Это где-то уровень 94-95. И по плану можно будет присоединяться к движению. То есть, триггером у нас будет пробой уровня 99-98. Вот тогда можно будет следить для шарта. Так, Navi, Navi Incorporation. Так, по идее, так, да. Промежуточный выход, ретест, пошли наверх. Все. Здесь ждем. Здесь промежуточный, даже по идее, вот так вот был. Но мы же его прошили. А потом здесь сформировал снова боковик, да? И от него оттолкнулись. Понял, принял. Так, а здесь ждем пробоя 23. 78 на ретесте входим. И идем наверх спокойно, потому что вот этот диапазон, да, он устоял. То есть, ниже не пустили. Здесь две точки, скажем так, три даже точки. С натяжкой можно назвать четыре точки. Вот. Устояло, все пошло наверх. Поэтому, лонг ищем после пробоя 23.78. Шорт только после пробоя уровня 18. Да, то есть, ни раньше, ни позже лезть в бумагу не стоит в поисках приключений. Так, искал уже не раз кнопку. Нету. Возможно, нужно привязку к карту Яндексе. А, Ник Кей. Да ладно, нет, не заморачивайтесь. И так хорошо сидим. Так. SPG и CLR. SPG. CLR. Да, кстати, наверное, в этом году последний у нас же вебинар. Я и так CLR по Америке не нашел. А, CLR. Да, чуть-чуть поговорю на отвлеченные темы. А то, смотрите, уже сколько бумаг рассмотрели. Какие, так, год подбивая плюс 25-30% годовых в долларах по американским бумагам. Ну, я считаю, хороший результат. Прям замечательный. У меня сделок по Америке, ну, не так много было там. Около 20, по-моему, 25 за год. Вот. Ну, слава богу, 50% получилось. Я доволен. По России, конечно, немножко печально. Там, по-моему, 20 или 25%. Ну, и сделок там не особо много было. Поэтому эти 20% они... Ну, достаточно хорошая сумма, я считаю, поэтому ненормально. Так. Дальше, что я хотел сказать. А, у нас, получается, в этом году остался только один большой этот мега-обзор, где будут все бумаги по нашему рынку. А, да. Вот. Его, скорее всего, выпущу либо в понедельник, либо во вторник. Надо посмотреть, подумать. Так. Что еще? Какие планы? Какие планы? Так. Кнопка видна? Да. Хорошо. Если успеете, посмотрите, котти или сотти. Да, посмотрим. Сейчас добавлю. Так. Эдан, запись поставил? Да, поставил. Будет Яндекс какой-то немножко непонятный товарищ. Он один вебинар записывает, 10 не записывает. Вот. Поэтому последние два я сам записываю через этот ОБС. Все нормально. Завтра, либо завтра, либо послезавтра в Ютубе будет. И в Дизайне. Так. Погнали дальше. СПГ. Общее направление движения вверх. Уже говорил. Так. Вот здесь мне немножко... Здесь немножко неправильно. Здесь промежуточная будет зона. Здесь... Да, вот так правильно. Вот. Ага. Все. Так, здесь... Где присмотреться к лангу. У меня тут два варианта. Первый. Это уровень 131. Второй. Это, естественно, пробой уровня. Тут уже скорее 170, да. 170, 3 тестик. И идем наверх. Такая вот ситуация. Да. Вот так. Ничего страшного в том, что такой большой диапазон. Пусть расторгуется, пусть делает, что хочет. Нам главное, чтобы дошли до наших желаемых уровней. Так. Идам, поделитесь, как определять точку стопа. Все зависит от того, насколько вы готовы рискнуть. Вот. То есть, там, ну, 5, 6, 7 процентов от точки входа. Вот. И от этого, опять же, можно рассчитать объем входа. Ой, там, если это рассказывать, это, по-хорошему, вся моя эта стратегия и, ну, выйдет. Так, Виталий Дремов, если правильно прочитал фамилию, извините, если неправильно. Так, когда примерно встретимся в следующем году? В следующем году. Давайте посмотрим. Календарик. Так, пятница, это седьмое потом. Скорее всего, числа 14-го. Я не помню, у нас это Рождество. Какое число? Посмотрим. Если там на 14-го какой-то праздник, то, возможно, на 15-го, 16-го на выходных. Или, ну, проведем голосование, посмотрим, если все отдыхать будут, то уже, скорее всего, 21-го. Так. Ну, опять же, я, наверное, 10-го числа запущу эту отдельную историю с этой подпиской. И там, ну, грубо говоря, каждый день, каждый день я буду делать ролики на, там, 5-10 бумаг, которые вы попросите в чатике. вот, и там постараюсь поподробнее рассказывать, что к чему, где и куда. это сделано не для того, чтобы, там, заработать на вас или еще что-то, нет, нет, мне, как бы, денег хватает тут и тут. Просто время на это тратишь, а какого-то, да, отклика, мотивирующего, скажем так, не находишь. А здесь будет и вам приятно, и мне приятно. Так. Continental Resources идет наверх, есть пробой, ретест. Здесь ретест, скорее всего, будет к уровню 36-36-50. Ну, давайте посмотрим историю. Так. Да, чтобы спокойно войти в позицию, я бы дождался уровня 36, то есть здесь еще не ясно, что, как будет. Поэтому для лонга первый у нас уровень это 36-31, второй это пробой, это пробой и ретест уровня 56-55-50. Да, это то, что касается лонга. Для шарта ждем выхода ниже уровня 32. Да, и тут на ретесте к уровню 34, скорее всего, присоединяемся к шарту. Вот такая вот ситуация. Так. Котти-сотти. Котти-сотти. У меня опять не дошло до того уровня, которого я хотел, где можно было бы присоединиться к движению. Ну и бог с ним. Ушла и ушла. Бумажка дешевая, и поэтому стопы здесь достаточно большие получаются. Так. Дмитрий К. Год 27%. Здорово. Поздравляю. Очень хороший результат. Так, ребят, сколько мы уже сидим? Мы уже сидим. Час. Час с чем-то. Давайте будем потихонечку закругляться. Давайте еще две бумажки посмотрим. Внутри. Ладно. И пойдем. AP, HLF. Альфа-Литиум Корп. Так. Альфа-Литиум Корп. А какой-то рынок я не посмотрел. Ну, мне здесь сложно что-то сказать, потому что бумага мало торговалась на рынке и какого-то направленного движения нет. Она так вот обозначила себе рамки. У них торгуются. И вот эти сопли меня сразу уже говорят, что в такую бумагу лезть не стоит. Это какие-то, знаете, такие фундаментальные истории. И то, да, те, кто верил в фундаментал, постепенно следя за моим творчеством, так сказать, вот, немножко в нем разочаровываются и говорят, что он не имеет значения. Собственно, я говорю, я уже давно об этом, давно к этому мнению пришел. Вот. Не во всех, конечно, историях, но в большинстве своем. Так, обновлю чатик. Фикс прайс тикера напишите, пожалуйста. Так, ребят, ну я смотрю, заявок больше нет. Сейчас, если успеют по фикс прайсу тикер скинуть, посмотрим и будем закругляться. Время сколько? 21.00. Замечательно. Замечательно. Либо у меня чат завис, либо тишина в чате. Ну, тогда будем прощаться. Все. Всем спасибо, что пришли. Всем спасибо, кто вообще поддерживал и меня своими там голосами, да, лайками и так далее. Отдельное спасибо, кто поддерживал финансовый канал. Это, как оказалось, очень приятно. Вот. Те, кто неудачно заканчивает этот год, не расстраивайтесь. Изучайте матчасть, все будет хорошо. Вот. Те, кто удачно заканчивает год, не расслабляйтесь, потому что может быть плохо. И держите руку на пульсе всегда. Все. Всем хорошего, хороших выходных, хорошего Нового года. Не болейте, давайте тогда уже увидимся в следующем году. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok